МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ На канале ОТС Время новостей в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. В Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение, как сообщает сайт регионального управления МЧС, сегодня ожидаются сильные дожди с градом. Скорость ветра будет достигать 23 метров в секунду, местами шквалистого усиления до 28. Специалисты предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий связи и электропередач, падением слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений. К другим темам. Новосибирские депутаты и общественники сегодня проводят рейд по торговым сетям. Задача проверить, как коммерсанты исполняют законодательство в сфере торговли. За ходом рейда следит наш корреспондент Николай Сальников. Здравствуйте, Николай. Что конкретно проверяют народные избранники? Здравствуйте, Иван. Сама проверка состояла из нескольких задач. Во-первых, общественники проверили наличие на полках торговой сети местных региональных производителей. К слову сказать, именно этой ситуацией все были удовлетворены, потому что таких производителей из Новосибирской области 118, это более 50% от всего объема товаров. Ну а вторая часть, которая сегодня была актуальна, это закон, который вступает в силу с 1 января 2017 года о торговой деятельности в Российской Федерации. Суть его касается того, что максимальная наценка, которую могут делать торговые сети, теперь не может быть более 5%. О том, когда изменятся цены и на какие группы товаров, пока руководители торговой сети ответить затруднились. Но к 1 января цены действительно должны измениться, иначе и Роспотребнадзор, и УФАС будут накладывать определенные санкции. Более подробно о сегодняшнем рейде мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Иван. Да, спасибо, Николай Сальников, о рейде общественников и депутатов по торговым сетям. В первое воскресенье августа в Новосибирске отметили День железнодорожника. Как показали мероприятия в Зайльцовском парке, праздник это не только профессиональный, но и семейный. На юбилейном торжестве побывала наша съемочная группа. Зайльцовский парк. Уже много лет это традиционная площадка профессионального праздника. Вот и сегодня здесь несколько тысяч человек. Приходят семьями. Трудовые династии на железной дороге – дело обычное. Самая жизнь связана с железной дорогой. Родители моих родителей тоже работали на железной дороге. И поэтому я не сомневался в выборе профессии. Но сегодня особенный день. Сегодня не просто день железнодорожника, а в преддверии 120-летия нашей западно-сибирской железной дороги, в преддверии Дня Компании, сегодня мы отвечаем наш праздник. Поэтому я не мог не прийти сегодня. На территории парка несколько площадок. Каждая рассказывает об этапах развития остальных магистралей. Можно увидеть самые последние новинки. А можно почувствовать себя железнодорожником царской эпохи и примерить форменную одежду 896 года. И, конечно, весь день звучат поздравления. Я хочу всем пожелать такой же устремленности, такой же преданности, любви своей профессии. Хочу пожелать, чтобы ваши дети и внуки гордились. Гордились вами, что вы являетесь железнодорожниками. Чтобы они пошли по вашим стопам. Выставки связаны не только с историей. Например, здесь можно узнать, как работают контролеры железной дороги. А площадка под названием «Зайцы-безбилетники» больше всего порадовала маленьких пассажиров. В электричках сегодня строгий контроль. Не только «Заяц» мышь не проскочит, не оплатив за проезд. Мы сейчас считаем, что у нас всего 2% безбилетных пассажиров. И очень много сейчас отзывов о нашей работе контролеров-ревизоров. Хочу один пример сказать. Мы в том году внедрили видеокамеры у контролера. Понимаете, как это сложно? Весь день контролер, снимается вся работа в электропоезде. Этот год для работников стальной магистрали юбилейный. В западно-сибирской железнодороге 120 лет. Поэтому организаторы сделали все, чтобы юбилей запомнился сотрудникам до следующего дня железнодорожника. Сергей Толмачев, Марина Шевченко, Сергей Жданов. Новости ОТС. Это новости дня. Сейчас о событиях, которые обсуждают крупнейшие печатные и интернет-издания. Ведомости пишут. Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу одного окна на базе многофункциональных центров. Перечень дополнен рядом услуг, которые ранее в МФЦ не предоставлялись, либо предоставлялись в порядке эксперимента. Речь идет о выдаче заграничных и общегражданских российских паспортов, а также водительских прав. С 1 февраля 2017-го эти услуги, предоставляемые по линии МВД России, станут обязательными для всех МФЦ, говорится в документе. Российская газета сообщает об отдыхе по расписанию. Правительство утвердило календарь праздничных дней. В следующем году россияне будут отдыхать 8 дней на новогодних каникулах с 31 декабря по 8 января. На День защитника Отечества праздники вдвое короче, 4 дня с 23 по 26 февраля, а 8 марта всего один день. На майские праздники выходные продлятся 3 и 4 дня, июньские выходные на День России с 10 по 12 число, и столько же ноябрьские, с 4 по 6. Всего в следующем году, с учетом субботы и воскресенья, будем отдыхать 118 дней. Это на один день больше, чем в 2016. И коммерсант открывается статьей под заголовком «Парадокс паралимпизма». Международный паралимпийский комитет отстранил сборную России от игр в Рио. Президент комитета Филипп Крэйвен, предварительно выразив глубочайшее сочувствие почти двум сам 70 российским спортсменам, которые, по его словам, не поедут на паралимпиаду из-за того, что стали жертвами государственной системы допинга, заявил, что у России теперь только один путь – спортивный арбитражный суд. В свою очередь, президент паралимпийского комитета нашей страны Владимир Лукин заявил, что непременно этим воспользуется. У комитета есть 21 день на подачу в суд протеста против решения международной организации. Тем временем новосибирскую плавчиху Наталью Ловцову все-таки допустили до участия в Олимпийских играх. О благоприятном для себя решении Ловцову узнала лишь вечером накануне стартов. Напомню, новосибирскую спортсменку отстраняли от игр из-за допингового прошлого, однако спортивный арбитражный суд в итоге разрешил Ловцовой выступить в Рио. Впрочем, волнение последних недель не дало Ловцовой показать хороший результат. Она не смогла пробиться в полуфинал на дистанции 100 метров бутерфляем, заняв последнее место в своем заплыве. А в составе эстафетной команды 4 по 100 метров вольным стилем заняла лишь 10-е место. Впереди девушку ждут старты на дистанциях 100 и 50 метров вольным стилем, которые пройдут 10 и 12 августа. Другим темам. Мастера Руси собрались в Новосибирске в парке. У моря Обскова прошел последний летний фестиваль. Его участники смогли пройти по лабиринтам силы, научиться основам рукопашного боя и увидеть выступления народных коллективов. Что еще было в программе фестиваля, расскажет Екатерина Беленкова. Цветные палатки на лесной поляне недалеко от моря. Всюду слышны русские народные песни и звуки баяна. Все это – фестиваль мастера Руси. Больше 50 участников и сотни гостей. Это уже третий праздник народного рукоделия за последние два года. В первый раз было, допустим, около 15 мастеров, в второй раз около 30, сейчас уже больше 50. Ну и, соответственно, людей привлекается гораздо больше. В основном гостями фестиваля были семейные пары с детьми. Все с удовольствием качались в колыбели здоровья, пробовали свои силы в борьбе, а некоторые прикоснулись к искусству рукопашного боя. Александр с 16 лет занимается этим видом боевого искусства. Говорит, что привлекла его простота применения приемов и их эффективность. Он преподает основы рукопашного боя для всех желающих. Женщины, да, то есть выходят на такие величины, мужчины уже не справляются. У женщин быстрее включается биоэнергетика, то есть, например, руки становятся активные. Женщины не осмелились попробовать побороть Александра, зато с удовольствием делали куколок из ткани и маленькие игрушки для детей. Специально для гостей фестиваля был построен такой лабиринт. По легенде, дойдя до дома, до середины, можно найти ответы на все интересующие тебя вопросы. Главное, правильно их задать. Лабиринта 2 – мужской и женский, по которым посетители с удовольствием бродили. Кто-то просто ради развлечения, а кто-то полностью погрузившись в себя. А в нескольких шагах – народные умельцы. Ирина приехала со своим ткацким станом. Многремизное, но самое вкусное, что ли, потому что там очень большое разнообразие узоров. И все мои знакомые, кто-то уже освоил, я еще только на пути, кто-то тоже мечтает. Вот к многремизному ткачеству прямо все идут. Помимо активных способов отдыха на праздники можно было выпить стакан свежесваренного сбитня или кваса на лавочке у сцены, на которой выступали разные фольклорные певцы. Вечером для самых маленьких развернули кукольный театр. Екатерина Беленкова, Константин Менин, Новости ОТС. И на этом пока все. Следующий выпуск новостей в 18 часов. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова